Полночь и ее стая поселились у речки. Это было уютное место и пантерам здесь очень нравилось. Однако полночь иногда все же одолевала грусть. Она скучала по своему котенку. Другие пантеры это видели и пытались ее как-то взбодрить. Полночь, не грусти, тебе нужно развеяться. Да, конечно, но я все равно хочу сегодня пойти и увидеться с котенком. Пантера Каролина подошла и предложила сестрам прогуляться в центре. И они отправились на прогулку. Пантерам было интересно побывать в центре, потому что они там еще ни разу не были. Когда они вошли, первым делом они увидели кролика, который стоял возле прилавка с капустой. И предложил пантерам купить парочку. Каролина сказала, ты смеешься кролик, во-первых мы не едим капусту, а во-вторых где эти деньги возьму. Кролик ответил, что дает капусту за мясо. А зачем тебе мясо? Я обменяю его на супчик. Мистер Лис варит прекрасный супчик и продает его. Он очень вкусный, попробуйте, не пожалеете. Пантеры посмеялись и пошли дальше. Вдруг они увидели двух дерущихся лисов. Интересно, что они не поделили. Пантеры решили вмешаться в драку лисов. Эй, да перестаньте же вы! Лисы наконец-то угомонились и пантеры спросили, что у них случилось. Оказывается, оба лиса варят еду для жителей города. И посудились из-за того, чей суп был вкуснее. Пантеры пытались помирить лисов и кажется им это удалось. После этого сестры решили завершить прогулку. Полночь сказала. Это просто чудесный городок. Пантеры согласились. Но Каролина сказала. А знаете, было бы неплохо, если бы этот город был наш. Что если мы его захватим? Не говори ерунды, Каролина. Нет, серьезно. Нам бы варили все эти похлебки. А мы бы следили за порядком и охраняли этот город. Клаве не понравилась эта идея. Каролина, мы оставим эту тему. Тем более, у них есть прекрасный охранник. Ну и заря. Тем временем, кошка Луся и ее котята пришли с прогулки домой. Но малыши стали проситься пойти погулять в центр. Луся не хотела отпускать детей. Но котята настойчиво ее упросили. Они обещали быть очень осторожными. И наконец, их мама сдалась и разрешила им. Малыши отправились гулять. А Луся сказала, чтобы они не задерживались. Кошка Луся сидела грелась на камушке. Именно тут ее нашла полночь. Пантера хотела поговорить. Полночь спросила, когда можно прийти к ним в гости, чтобы увидеться с Киви. Но Луся сказала, что лучше ей этого не делать. Что котенок только начал привыкать к их стае. И что приход Пантеры заставит снова его грустить. Как бы полночь не упрашивала, Луся была непреклонна. Поверь полночь, так для него будет лучше. Пантера поняла, что спорить с Лусей бесполезно. Тем временем, в городе случилось то, что никто не ожидал. В город пришли тигры. Они подошли к кролику. И главный из них, Чарли, сказал. Эй, кролик, передай своему главному, что теперь мы здесь хозяева. Кролик сказал, что они здесь свободные звери. И хозяев у них тут нет. Тигры лишь ухмельнулись. У этого города был свой охранник, Носорог Мин. Увидев тигров, он понял, что город в опасности. Убирайтесь отсюда, вам здесь не рады. О, Носорог Охранник. Мы здесь новые хозяева. А тебе лучше убраться отсюда. Мин понял, что драки не миновать. И решил прогнать тигров. Тигры накинулись на защитника города. Завязалась драка. Носорог Мин был очень силен. Поэтому звери из города были уверены в победе их охранника. Но тигры убили Носорога. Жители города были в ужасе. Один из тигров сказал. Ну что ж, теперь мы тут хозяева. А вы нам будете служить. Всю вашу еду будете приносить нам бесплатно. Идите и скажите об этом всем остальным. А кто ослушается, того мы убьем. Тем временем, кошка Луся спокойно отдыхала на камушке. Как вдруг не прибежала ее подруга Фая. Луся, проснись скорее. Что случилось, Фая? Кто-то с котятами? Луся, тигры захватили город. Что? Какие тигры? О чем ты? Самые настоящие. Они убили Носорога. О боже, у меня же там котята. Они же пошли туда гулять. Что же делать? Нужно что-то придумать. В город сейчас бежать опасно. Но там же мои малыши. В это время Пантера Полночь пришла на водопой. К ней прибежала испуганная Луся. Она рассказала, что тигры захватили город. И что ее котята в беде. И с ними Киви. Луся попросила помощи у Полночи. Пантера не раздумывая побежала в город. Но сказала, чтобы кошка оставалась тут. Надеюсь, у нее получится спасти моих котят. Полночь прибежала в город. Эй, вы, тигры. Где котята? Что вы с ними сделали? А, это те маленькие три котенка. Они у нас в плену. Отпустите их. Это наша закуска. А мы не делимся закуской. Вы не посмеете даже дотронуться до них. Удары тигров были очень мощными. Полночь не могла с ними справиться. А теперь убирайся отсюда. И радуйся, что жива. Вы еще получите по заслугам. Мои сестры разберутся с вами. Наконец, Полночь добралась до своего дома. Там она все рассказала сестрам. И о том, что эти тигры очень сильны. Клава сказала. Да как они посмели обидеть нашу сестру? Они должны за это ответить. Каролина сказала. Да, а тигры молодцы. Захватили этот город. Я же говорила вам. Нам нужно было сделать это первыми. Клава продолжила. Нам нужно отомстить за нашу сестру. Мы нападем на них. Полночь сказала, что тигры очень сильны. И им нужно придумать какой-то план. Было решено напасть на них ночью. Тем временем пленные котята сидели в старом домике. Который охранял тигр. Они были очень напуганы. Тогда Киви сказал. Нам нужно бежать. Но Киви, как мы сбежим? Нас днем и ночью охраняет этот тигр. Если он увидит, что мы сбегаем. Нас убьют на месте. Я знаю Лаки. Но у нас нет другого выбора. Этот тигр уже не спал сутки. Когда-нибудь он устанет. И уснет. Вот тогда-то мы и выберемся. Котята решили так и поступить. Возле ночи Киви разбудил Лаки и Тома. Чтобы совершить побег. Тс, тише. Пора. Мне страшно. Сейчас или никогда. Котята осторожно и тихо подбирались к выходу. На проходе спала огромная тигрица Ретти. Котятам очень было страшно проходить мимо нее. Любой шорок или неверный шаг мог разбудить огромного зверя. Но назад дороги не было. Они аккуратно пролезли под стеной. И тихо еле дыша пошли вперед. Только бы она не проснулась. Бежим. Котята динулись вперед. Они даже не знали куда они бегут. Лишь бы подальше от этого места. Мне нравится этот город. Нам повезло, что мы нашли его. Да, Чарли, ты прав. Ретти. Почему ты не охраняешь котят? Эта мелкота даже двинуться с места боится. Не беспокойся, Чарли. И все же, иди к ним. Я пока отдохну. Как начнет темнеть? Разбудите меня. У нас сегодня будет бой. Наступила ночь. И пантеры принялись исполнять свой план. Они зашли не с главного входа в город. И направились в логово тигров. Пантеры надеялись застать тигров спящими. И неожиданно на них напасть. Но к своему изумлению в доме никого не было. Амалия сказала. Что-то тут не так. На самом деле тигры все это время были за домом. И поджидали пантер. Когда пантеры вошли в дом, тигры внезапно набросились на них. Сестры пантеры были застегнуты врасплох. Но они решили дать отпор этим тиграм. Битва была долгой. Но сильные тигры одержали победу. Теперь черные пантеры стали пленницами у жестоких тигров. Их посадили в тюрьму. Сидите тихо. И не шумите тут. Вы еще получите свое. Мерзкие тигры. Что будем с ними делать, босс? Потом подумаем. Пора отдохнуть. Когда пантеры сидели в тюрьме, они увидели, что Клава ранена. Сестра, как ты? Ничего. Жить буду. Но у меня закралась одна мысль. О чем ты? Тигры. Они как будто ждали нас. Они знали, что мы придем. Но про наш план знали только мы. Кто-то предал. И это одна из нас. Ты думаешь, одна из наших сестер предательница? Да, Малин. И я думаю, что это Каролина. Что? Да с чего это я? Малин сказала. А ведь Клава права. Ты единственная Каролина, кто хотел захватить этот город. И даже позавидовала тиграм, когда они это сделали. И скорее всего ты захотела присоединиться к ним. Ах так? Да ну вас. Я даже с вами разговаривать не хочу. А может эти тигры такие умные, что догадались о том, что мы придем? Клава сказала. В любом случае, правда скоро вскроется. И в этом Клава оказалась права. К клетке подошел один из тигров Ред и сказал. Выходи, Пантера. Ты выполнила свою часть нашего договора. Теперь мы выполняем свою. Пантеры стояли в изумлении. Это значит, что их действительно предала одна из сестер. Все стояли не двигаясь и ждали. Наконец вышла вперед полночь. Она подошла к двери и тигр выпустил ее. Сестры не могли в это поверить. Клава сказала. Не может быть. Полночь. Почему? Простите. Я все объясню. Пантеры очень были злы на свою сестру. Предательница. Тигр сказал. Нам пора. И полночь ушла вслед за тигром. Испуганные котята бежали вперед и вперед. Им было важно убежать от этого места подальше. Но нужно было искать ночлег. Наконец они увидели за горой какой-то маленький домик. Но живет ли там кто-то? Или этот домик пустой? Котята не решались туда идти. Но на улице становилось холоднее. И подул прохладный ветер. Нужно было что-то решать.